Добрый день, у нас на связи Игорь Горянин, наш постоянный эксперт, экс-глава биомедицинского кластера «Сколково». Игорь Игоревич, добрый день. У нас есть сейчас такая большая проблема, она высветилась в связи с кризисом в Московской области, в Волоколамске. Дело в том, что, как сказала одна наша политика Тимофеева, ситуация вышла из-под контроля, и причина это как раз запах газовой атаки со стороны полигона Ядрова. Дело в том, что дальше вокруг истории ведется активное обсуждение, и понятно, что что-то с этими полигонами необходимо делать, и прежде всего необходимо, чтобы появилась современная инфраструктура переработки. И в данной ситуации мы обращаемся, обращаем свои взоры к науке, вот, мы, правда, упираемся в формулу наилучшей доступной технологии, которую уже назвали происками западных конкурентов. Вот, и, в принципе, понимаем, что большая часть тех технологических решений, которые предлагаются, это мусоросведательные заводы, оказываются еще большим взлом, чем полигоны. Не могли бы вы для нас сделать обзор технологических решений по работе с отходом, с мусором, с твердыми коммунальными отходами, вот, то, что для нас стало сегодня проблемой? Да, я слышал не только по российским информациям и по зарубежным, что сейчас в России проблема, но эта проблема возникла не первые лет, проблема возникла уже давно, потому что строительство современных средств и предприятий по утилизации средств, как твердых отходов, так и жидких отходов, требует, конечно, уже специальных вложений и перспективной видимости правительства, не только правительства регионального, но и центрального правительства. Во многих странах такие программы записаны, как самая важная программа на уровне здравоохранения, даже больше, чем здравоохранения, потому что предусматривать болезни, значит, соответственно, улучшить окружающую среду. С точки зрения конкретной ситуации на полигоне Ядрова могу сказать, что известно по поводу всех этих газов. Конечно, сжигать, как правильно сказано, это, во-первых, требует многих ресурсов капитально, но также, чтобы сжигать, нужно тратить энергии. И, соответственно, сжигание твердых отходов, сейчас уже считается, что это не самое выгодное решение с точки зрения экономики и с точки зрения экологии, потому что в процессе сжигания возникает еще больше газов, которые несут большую угрозу жизни человека. Поэтому используются более щадящие технологии, например, утилизация свалочного газа. Например, в Великобритании сейчас больше тысячи свалок оборудованы таким оборудованием, что позволяет генерировать энергию порядка 1 терават в час, 1 терават в час в год со всех свалок. То есть фактически, вместо того, чтобы, главной концепцией, вместо того, чтобы тратить энергию на утилизацию отходов, концепцией в мире сейчас является, наоборот, использовать отходы для генерации энергии, для генерации любых других полезных вещей, например, как с помощью, скажем, отходов, где есть высокосодержание нитратов и фосфатов, производить удобрения, или производить другие вещества химические, чтобы тратить меньше нефти и меньше природного газа. Такие технологии, как я уже сказал, установлены в Великобритании, в других странах Европы, в Америке и в Китае. Недавно была принята программа на следующие пятилетки в прошлом году. Как вы знаете, в Китае сейчас усиленно борются экологии с большими штрафами. И могу сказать, что там осуждают людей, если они нарушаются на долгие сроки, если они и наказывают рублем, если они не соблюдают нормы и лимиты для всего, для твердых отходов, для жидких отходов и для газовых отходов. По всему миру работает сейчас очень много компаний в этой области. Почему? Потому что это является выгодным. Капитальные затраты на такую стройку, скажем как, дрова составили бы не очень большие суммы. Например, мы говорим о порядке сотен миллионов рублей капитальных вложений. и, соответственно, операционная поддержка. Потому что нужно... Как это работает? Соответственно, сверлятся скважины, как вниз, так и по горизонтали. И газоколлекторная система, которая, в принципе, в России доступна и есть российского производства. И газогенераторы, которые будут производить энергию. Эта энергия может, в том числе, тратиться на, скажем, на подогрев, на подогрев котелин. Эта газ может использоваться напрямую на подогрев котелин или генерацию электричества. Таким образом, если, скажем, для полигонов, для деревень, будет даже выходно иметь такие полигоны, потому что они будут получать бесплатную энергию. Или, скажем, горячую воду. Проблема Сидрова такая. Нужно закладывать, если строить новые или оборудовать старые полигоны, то нужно, соответственно, учитывать и закладывать стоимость этого оборудования в стоимость разработки полигонов. Тогда будет дешевле. Но, тем не менее, если мы говорим о 3-3 миллионах тонн, то это порядка из 3-3 миллионов тонн можно собрать с газа примерно на, скажем так, 30-50 тысяч долларов в час. То есть можно генерить энергию на 30-50 тысяч долларов в час. При, конечно, соблюдении всех условий и операционных расходов. То есть это предприятие является не затратным, а является очень выгодным с точки зрения коммерции. Но, соответственно, должна быть культура, должна быть поддержка на первом этапе. Что хотел бы еще сказать, чтобы по поводу газа, который сейчас вызвал проблемы со здоровьем детей и взрослых тоже. Соответственно, генерация таких газов, первый, как известно, полигон был открыт в 2013 году. Генерация газов сначала не происходит. Она происходит ровно через 5 лет после открытия полигона. Соответственно, ничего удивительного нет, что газы сейчас стали рваться дороже именно в 2018 году, а не раньше. Химическая композиция таких газов обычно составляет 50% метана, 50% углекислого газа. Серый водород, если отходы идут из домов и из других, то есть обычные отходы, тогда генерации серого водорода и аммиака не происходит. Генерация серого водорода и аммиака происходит тогда, когда домашние отходы смешивают со строительными отходами, а именно с гипсокартоном. То есть, скорее всего, выброс аммиака и выброс первого водорода произошел из того, что были нарушены технологические правила не смешивать разные типы или подходов. И это, конечно, можно исправить довольно быстро, сразу, соответственно, не мешая их сделать более полный контроль. А с точки зрения установки системы для сбора газов, я думаю, что один год, порядка одного года потребуется. Для установки оборудования и реализации системы, конечно, это время не учитывает время согласования и подписания различных документов, которые, может быть, конечно, дольше. — Бюрократическую практику нашла. — Скажите, если я правильно вас услышал, что в течение года, в принципе, можно стабилизировать ситуацию на Снегидрово при каких-то льготных условиях работы. — Да, совершенно верно. Ну и, конечно, должны быть начальные специальные вложения. — То есть это несколько сот миллионов рублей? — Несколько сот миллионов рублей. — Я услышал сумму. Скажите, вы сейчас упомянули, что в Великобритании на тысячи свалках существуют вот такие системы газосбора. Это значит ли, что в Великобритании есть более тысячи свалок, действующих и работающих в режиме... — Да, ведь не только в Великобритании, по всей Европе. По всей Европе свалки работают, свалки работают, собираются раз, и никаких неудобств нет. Для тех людей, которые живут рядом. То есть проблема решена. — Да, а вот там мифологема о том, что... — Но она решается уже... Она решается уже больше 10 лет. Она решается в течение последних 15 лет в этом веке. — То есть раньше такие проблемы были везде, по крайней мере. — Да, вот там мифологема о том, что по всей Европе поставлены безопасные мусоросжигающие заводы. Скорее всего, это недобросовестный миф, я так понимаю. — Нет, мусоросжигающие заводы тоже ставят. Мусоросжигающие заводы ставят, но, опять же, концепция сейчас поменялась в сторону, как я сказал, более неразбережающих технологий. Заводы ставят мусоросжигающие, которые делают с помощью специально-каталитических процессов, опять же, они сжигают мусор, мусор сжигается, но, опять же, не есть электричество. — Но это незначительная часть отходов, если учесть, что тысяча свалок, допустим, той же Великобритании, все равно не существует. — Конечно, это объемный сравнение. — То есть ставка... Я поясню вопрос. Дело в том, что в связи с кризисом в Волоколамске-Ядрово сейчас учащие говорят о том, что необходимо ставить почти 80% или почти 90% ставку по переработке ТКО на сжигающие заводы. Понятно, что это вызывает некую полемику у экспертов, да, и тогда в качестве аргумента приводится Европа, где там по версии оппонентов на мусоросжигание есть ставка на 70-80% и так далее процентов переработки мусора. То есть вот сейчас вы сообщаете нам о том, что это незначительное, то есть на мусоросжигающие заводы в Европе идет незначительное количество мусора, и для нас это звучит как сенсация. То есть мы правильно поняли? — Я могу прислать карту, я не знаю статистику, я могу посмотреть мусоросжигающие предприятия, но, опять же, с точки зрения экономики, с точки зрения, скажем так, российской физики, я бы концентрировался больше на таких заводах, которые позволяют собирать этот газ, утилизировать его. Тут две причины. Первая причина, что мусоросжигающие заводы, они компакты, они обычно ставятся там, где нет земли, а в России, как мы знаем, земли много. И экономики играть на то, чтобы быстро, 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 и быстро утилизировать эти отходы. И я бы тут добавил еще что? Сжигать можно все очень легко, то есть вот тут у тебя есть, там разный вид мусора сжег и забыл. Но, опять же, в Европе и во всем мире сейчас практикуются, тут из-за другой аспект, не столько темонеческий, а все-таки аспект социально-политический. То есть во всех странах мира сейчас сортировка мусора делается самими людьми и самими предприятиями. То есть невозможно выбросить, скажем, могу сказать, пример Японии, когда приехали в нашу Россию исключенную в Японию, там здесь мусор должен быть обязательно отсортирован. И они поставили бутылки, пиво. Первый раз они поставили бутылки, там с таким крышечкой, не взяли. Они поставили, где бутылки, они не взяли, где бутылки. Почему не взяли? Потому что крышечка была сверху. Тогда они крышечку сняли, поставили бутылку без крышечки, опять не взяли. Спросили, почему? Потому что на этой бутылке была этикетка, бутылка была не мытая. потом опять опять не взяли сказали что нужно чтобы все бутылки более сортированы по цвету стекла белого коричневого зеленого после этого конечно наши русские ученые нашли способ как утилизировать другое ведро есть для разбитого стекла которая для разбитого стекла не нужно поэтому они стали просто бить бутылки и их складывать в емкость для разбитого стекла и так как у них прошло теперь у них проблем нет но я хочу сказать что в принципе нужна культура которая заставит людей сортировать метр тогда будет никогда не будет вот этого выхлопа этих газов из-за того что все отходы которые идут пищевые отходы они будут загружать мы обсуждали еще давно проблему биогаза и если правильно сортировать отходы то соответственно и сам можно бить плату без биогаза и никогда не будет смешивать биогаз твердыми отходами и соответственно никогда не будет таких проблем как и сейчас вот есть московской области кроме этого по сортировке отходов конечно же все если сортировать правильные бумагу мало бумажные отходы сразу-сразу пойдет на вторичную переработку бумаги опять же металлы и токсичные например нельзя из какой стране мира выкидывать батарейки батарейки должны быть сложены в контейнер или там принятие не заменены батарейки и находится в пустыре это главный главный источник возгрызнений в логическом тарогене возгрызнений и довершение на свалку питового входа если все вместе смешивать производят не только жаз а еще и жидкость который вытекает какая-то вонючая да фильтра да вот этот фильтра вот этот фильтра фильтра он тоже является очень опасным что он находится большой концентрации тяжелых металлов канцерогенов сказать поэтому этот фильтра должен попадать в открытые в открытые и в озер что я думаю что если проблемы с газом то проблем с фильтром тоже для для проблем с фильтром тоже имеется решение которые позволяют это уже водоочистки которые позволяют соответственно удерживать все металлы и специальные системы в которой фильтрат делают безопасно и который потом можно уже соответственно после такой водоочистки фильтрата опять же по уровням и пустим уровня загрязнения можно сливать в рейсе то есть было два компонента фильтрат и и то что мы еще начали наш разговор по поводу я хочу напомнить что у нас на связи был наш постоянный эксперт экс-руководитель биомедицинского класса сколкова профессор из россии который постоянно проживает и преподает в единбурге игорь игоревич горяне спасибо вам большое до связи тогда спасибо спасибо До свидания.